Добрый день! Меня зовут Марцис Гасманс. Я изучаю сэнскрит дольше, чем помню себя. Меня спрашивают, чем отличается учебник Кочельвиной от учебника Кнауэра? До того, как в 50-х годах Веру Александровну попросили составить новый учебник по сэнскриту, а попросил ее составить профессор Петерсон, не было другой книги на русском языке, которая пользовалась бы популярностью, кроме учебника Кнауэра. Это классика. Эта книга не произведена ни по объему, ни по точности представленной информации. Если мы хотим сверить какую-нибудь отпечатку в учебнике Кочельвиной, мы можем пользоваться учебником Кнауэра. Начинать первый год обучения я советую по учебнику Кочельвиной. Но не иметь при себе справочник – это глупо. Если еще год или два назад книги эти стоили по 2-3 тысячи рублей за одно издание, то сейчас, когда книга даже на зоне с наценкой стоит, в частности Кнауэра стоит порядка сейчас тысячи рублей, Учебник Кочельвиной порядка шестиста рублей, я считаю, что тот, кто отважился, должен иметь эти книги на столе. Да, Кнауэра можно скачать в виде файла, то же самое с Кочельвиной. Я сам в свое время имел их на карманном компьютере, но все равно у меня были книги. То есть нужны книжные издания, даже имея сканы, а хороших сканов ни Кочельвиной, ни Кнауэра в открытом доступе нет. Они все немножко пожеванные, поэтому я делать это категорически не советую. Субтитры создавал DimaTorzok